Так, друзья, давайте ненадолго забудем о новостях, потому что к нам в гости сегодня пришла красавица, певица, а теперь еще и актриса Слава Каминская! Сережа, если дам тебе по роже, ничего мне не поможет. Тогда я не буду здороваться, если дам по роже, я уже боюсь. Так, Слав, ты недавно сыграла в фильме, называется он «Продюсер», значит, в качестве актрисы, главная роль. Вместе с тобой там сыграли Даша Астафьева, Алексей Дурнев, Мишель Андрады, Павло Зебров, Андре Тан, Санта Димопулус. Нет ли ощущения, что в этом списке сыгравших роли людей не хватает актера? Это не мой ответ, не мой вопрос. Ну, кроме Павла Зеброва. Кстати, вот такой чувак, я тебе скажу, его шикарная легендарная вуза, как говорила Никитюк, якими он танцует вверх. Очень нормально себя танцевали в кадре. Даже Даша Астафьева это заценила. Мне кажется, что у Павла Зеброва это типа на усы, а тень вид бровей, знаешь. Слава, как фильм вообще? Какую роль ты там играешь? Ну, как мне сказали, что себя. А, то есть ты так и не поняла, я так понимаю, да? Фильм, я напомню, выходит уже 14 февраля в прокат. Между прочим, меня очень хвалили. Да, да, да. Мама и папа, так, хорошо, давай. Мама и папа не видели еще пока этого, и я не поведу их. А кто там по профессии вы в этом фильме? Не проститутка, я просто влюбчива, я просто влюбчива. Нет, на самом деле я была начальницей продюсера, который... Придите и посмотрите, в конце концов, что вы меня спрашиваете? Очень интересно. Ты шикарно умеешь рекламировать фильмы вообще. Я прекрасна, я скажу тебе, что я была без верхнего белья. Вот с этого надо было начинать. Нет, подожди, я был на ваших концертах, и этим меня не удивишь. Слава, фильм выйдет уже 14-го, к нему немножко позже. Мы хотим с тобой обсудить новость. Она есть у человека, который находится справа. Конечно. Вадим В. Итак, Мария Пирогова... А, нет, это не оно. Я читаю новину с газеты. Давай. Зима будет еще долго сопротивляться настоящему теплу. А тепло придет только в квитне. Такий прогноз в день сурка для украинцев высказал харьковский сорок Кимка третий. Вы заметили, кстати, что Вадик настоящий гугл-транслейт? Да. Видишь, газета на русском, а он на украинском читает. Молодец, Вадик. Потому что нужно перекладать, чтобы люди понимали трошечки украинскую мову. Это только, чтобы был сурдоперекладач. Суржо. Так, давайте еще раз. Значит, новость, Вадик, насколько я понял, в том, что сурок Тимка третий предсказал, что весна будет еще не скоро. Еще будет холодно, да? Да, и сразу тут написано, чтобы вы знали, что можно верить этим тваринам, потому что к суркопророчеству вполне можно доверять. В 2017 году Тимка третий предсказал безвиз. Безвиз? Да. Как он это сделал? Так написано. Он вышел из нары с загранпаспортом, пошел в сторону аэропорта? В смысле предсказал безвиз? Ну да. С маленьким таким меховым чемоданчиком, понял? То есть он взял с собой Тимку первого тоже, да? Ты намекаешь, что Тимка другий свои речи складает в Тимку первого? Да. Так, давайте, да. Веришь ты суркам? Такой вопрос. Знаешь, я от психолога сейчас услышать, веришь ли ты суркам? Слушайте, а что-то у нас, я извиняюсь, это какая-то странная тенденция. Мы постоянно верим каким-то несуществующим приметам. То мы доверяем сурку, то низколетящим птицам, то Илье Киви. Что это за ерунда вообще такая? Мы что, всем подряд сейчас будем верить? Ну и действительно. Не, ну я бы сурка отсюда убрал из этого перечня. Он тут лишний, согласен. Ему можно доверять? Да. Илья Киви это... Илья Киви? Илья Киви это человек, который продает бананы на рынке. А Илья Кива это политик. У меня уже рот болит, ржать у меня морщины появятся, мне нельзя. Ничего, вам там исправят. Нельзя, нельзя. И между прочим, вы еще пей, пей, пейте и в него есть красиво. В общем, друзья, несмотря на то, что Тимка Третий предсказал, что весна придет не скоро, я желаю, чтобы у всех украинцев в душе все равно было тепло.